Экс-губернатор штата Массачусетс Мит Ромни стал победителем кокусов в Айове. Однако сенсации первого в США собрания республиканского актива называют второй результат бывшего сенатора из Пенсильвании Рико Санторума. За последние недели 53-летний правоверный католик и ультраконсерватор сделал внушительный рывок, превратившийся с темной лошадки в серьезного конкурента. На вас лежит тяжелая ноша и большая ответственность быть первыми. Вы сделали первый шаг к тому, чтобы забрать руководство страной у демократов, заявил Санторум, обращаясь к участникам кокусов. В 64-летний Мит Ромни, наиболее умеренный из всех участников республиканских праймерис, подтвердил свой статус фаворита. Мне нравится то, что наша страна – это страна открытых возможностей. Давайте восстановим былое величие Америки и сделаем все, чтобы на нее по-прежнему возлагали надежды. Спасибо. Эти первые в США кокусы обычно называют индикатором дальнейшего хода праймерис среди республиканцев. На третьем месте оказался член палаты представителя конгресса с более чем 20-летним стажем Рон Пол. Разочарованием стали эти кокусы для губернатора Техаса Рико Перри. Заняв лишь пятое место, он заявил, что возвращается в родной штат, чтобы решить, продолжать ли участие в праймерис или сойти с дистанции. Единственная женщина-кандидат, член конгресса Мишель Бакман, заняла лишь шестое место. Теперь взгляды республиканцев направлены на Нью-Хэмпшир. В этом северо-восточном штате кокусы состоятся 10 января. Соединенные Штаты не откажутся от дислокации своих боевых кораблей в районе Персидского залива, заявил во вторник официальный представитель Пентагона. Так он прокомментировал слова командующего иранскими вооруженными силами Атауллы Салихи, который предостерег от возвращения американского авианосца Джон Стеннис в Персидский залив. Мы рекомендуем, советуем или лучше сказать предупреждаем о том, чтобы американский военный корабль, который ранее был в Персидском заливе и который является для нас угрозой, в залив не возвращался. И мы делаем предупреждение только один раз. Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил на брифинге для журналистов, что Иран, выступая с угрозами, пытается отвлечь внимание от своих проблем. Это отражает тот факт, что у Ирана сейчас слабые позиции. Это последний раунд иранских угроз. Он является подтверждением того, что Тегеран чувствует все усиливающееся давление из-за нежелания выполнять взятые на себя международные обязательства. Иран изолирован и пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. США также высказывает сомнение, что Иран начинает испытывать на себе последствия экономических санкций. Во вторник за их ужесточение выступила Франция. Два конкретных предложения – заморозить авуары Центробанка Ирана в Европе и ввести эмбарго на импорт иранской нефти. Афганское движение «Талибан» достигло предварительной договоренности об открытии своего представительства в Катаре для ведения мирных переговоров с Вашингтоном и международным сообществом. Движение призывает освободить заключенных из американской тюрьмы Гуантанамо, осужденных за связи с талибами. Ранее в Белом доме заявляли о готовности вести с талибаном переговоры о достижении мира. А в последний день минувшего года вице-президент США отметил, что талибан больше не враг Америки. Вашингтон пока не получал официального уведомления о планах об открытии талибами представительства в Катаре. Глава пресс-службы Госдепартамента США Виктория Нуланд подчеркнула, что любой политический процесс начинается с политических заявлений. Администрация Обама неоднократно заявляла, что для примирения талибы должны согласиться на ряд условий отказаться от насилия, разорвать альянс с Аль-Каидой, признать и выполнять конституцию Афганистана. За 10 лет военных действий в Афганистане США и их союзникам так и не удалось ликвидировать движение талибан. Первая за последние 16 месяцев палестино-израильская встреча состоялась во вторник в столице Иордании Амани. Представитель израильского премьера Ицхак Мольхо и главный переговорщик от палестинской стороны Саэб Эрикат договорились встретиться снова на следующей неделе. Министр иностранных дел Иордании Насир Джуде заявил, что совещание прошло в позитивном ключе. Представитель палестинской национальной администрации передал израильскому переговорщику предложение по границам и вопросам безопасности, а израильская сторона обещала рассмотреть эти предложения. В Израиле палестинской национальной администрации заявляют, что эти встречи пока рано считать возобновлением мирных переговоров. Процесс мирного урегулирования зашел в тупик в 2010 году, так как Тель-Авив отказался заморозить строительство жилья на западном берегу, а палестинцы требуют полной остановки строительства поселений. Лондонский суд поставил точку в громком деле 18-летней давности об убийстве чернокожего подростка. Стивена Лоренса зарезали в апреле 93-го года на автобусной остановке. Пятеро нападавших выкрикивали при этом российские лозунги. В итоге перед судом предстали только двое. Бывшим участникам подростковой банды сейчас за 30. Свою вину они отрицают. Процесс возобновился шесть недель назад, когда в руки прокуратуры попали новые доказательства. Говорит мать погибшего. Как я могу радоваться, если я знаю, что этот день мог наступить 18 лет назад, когда полиция, которая должна была найти убийц моего сына, не смогла этого сделать? Как это ни прискорбно? Затянутое расследование в свое время вызвало обвинение в расизме в адрес Скотлэнд-Ярда, и несколько белых офицеров даже предстали перед судом. Это дело стало катализатором крупного скандала. Теперь уже белые полицейские обвинили начальство в чрезмерной политкорректности, переходящей в обратный расизм. Все это в итоге привело к реформам в структурах лондонской полиции. Десятки тысяч дохлых селедок покрыли берег на севере Норвегии, вызвав очередные пересуды о близком конце света. Ученые полагают, что выброситься на берег рыбин заставили или хищники, или мощный шторм. Однако дальше события развивались еще более таинственно. Не успели местные власти начать решать, как очистить берег, как вся селедка исчезла. Мадам Меркель, о, бизельба проседур в летний Сотни тысяч просмотров на YouTube заработала и мейк комедийного телескетча 60-х годов, который в Германии и скандинавских странах пользуется такой же славой, как «Ирония судьбы». В главных ролях выступили Ангела Меркель и Николя Саркази. Мисс Софи отмечает свое 90-летие в компании Дворецкого. Тому, кроме своих прямых обязанностей, приходится изображать друзей хозяйки, которые не смогли прийти на торжество по причине собственной давней кончины. В новой трактовке дело происходит на 90-м Евросаммите, и дуэт Меркази вполне справляется в отсутствии глав других государств. Ужин на одного написан в Великобритании еще в 20-х годах, но на родине практически неизвестен. В 63-м году сценку сняли для немецкого телевидения, и с тех пор ее регулярно показывают под Рождество. Книга рекордов Гиннесса называет эту телепередачу самой повторяемой в истории. Я буду triple А, Мадам Меркель!